здравствуйте вы на канале шумы для резидента долина's home garden и вы моем таинственном саду и покажу и вам сегодня не законченный мой лунный садик а также расскажу почему он лунный сад но не белый вот так два входа две арочки моем лунном садике и пойдем с этой стороны и я вам покажу и расскажу что мне нужно еще сделать здесь вот такая входная зона где столик и стульчики с кресельцем это такая входная зона арочка и здесь я посадила две розы айсберг которые были уже посажены моем саду года четыре назад 1 1 где-то три года назад и вот подвергаются они постоянно пересадкам одну я прошлом году пересаживала вот там недалеко от лавочки и опять я в этом году ее пересадила вот она бутон она была все в бутонах все бутоны я сорвала и посажены с двух сторон арочки розы айсберг вход мой лунный садик вот ощущает такой светильник ночничок с музыкой ветра вот здесь батарея и он светится ночью красиво светится издалека много у меня здесь светильников всяких солнечных пойдем с самого начала я покажу вам вот там далеки у меня лампочка ну пойдем все по порядку начале моего лунного садика я сделала вот такой каменный садик каменных роз он уже зарос нужно почистить его сады еще раз повторюсь я не закончила декорировать но по просьбе трудящийся дай сама уже хотела как-то зафиксировать его сентябре месяца сегодня 30 сентября конец сентября завтра уже начало октября и я думаю в октябре будет еще одно видео о моем лунном садике я думаю что мы его закончим сейчас я покажу что я еще здесь не доделала здесь верху вот давно я я хотела вот такие такой заборчик белый повесить а снизу будет ну разрастутся деревья у меня там гортензии и климатисы планирую посадить возможно в этом году осенью возможно весною посмотрим и здесь я уже посадила я говорила в видео о моей клумбе юбилейной клумбе что я сделала 6 отводков от моей черешковой гортензии и вот самый первый отводок те он посаженный вот здесь планирую хочется чтобы он вот этот забор оброс здесь встречает каменная клумба вот такой светильник солнышко и вот такие совушки светильники тоже ночники фолярис хризантема анемоны здесь двух видов и хиноцея белая здесь у меня луковичные посаженные которые взошли белые белые и голубые мускари а также есть такие подснежники здесь много луковичных будет посажены ну пойдем и по этой стороне потом по другой стороне вот такие ромашки прошлом году были они посажены и но это не ромашка то я называю ее ромашка в прошлом году такие маленькие кустики но они в виде вот такого одревесеневшего куста растут как куст я не помню как они называются надо посмотреть здесь гортензия инкредибель папоротники цинерария белая роза и здесь у меня морозников 6 кустов или 766 но планируется еще посадка леталайм гортензия белые флоксы белые лилии несколько видов папоротников вида 4 или 5 вот такой вот красивый кустик морозника морозник он уже свел где-то в декабре месяце у меня в прошлом году вот так он разросся пустил новые листочки вот буквально буквально на днях есть только а два куста выжили с прошлогоднейшую вереску вот такие они невзрачные ну я думаю что со временем они распушатся и будут красивые здесь живучка вот такая белая битнул окремленной такой варигатные звучка светильники вот такие еще светильники в виде луны виде солнца с луною всем всем кустов на данный момент всем кустов морозника у меня вот такие с ангелами луна собачка здесь такая семейка собачья семейка есть и вот такая дорожка идет здесь посаженный ирландский мох ну вот наконец-то он начал разрастаться и очень-очень надеюсь что скоро 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 он здесь мне вот эти дорожки затянет стоит у меня уже здесь два года вот третий год пошел ну вот прошлом году в этом году уже лучше а первый год он вообще стоял как-то не рос и все и вот такая бабочка лавочка с бабочки бабочки декорации ну на ней можно сидеть сюда нужно конечно еще подушечки все такое ну это все со временем и главный куст сазалии белая азалия которая весной цветет мае месяце обязательно будет видео и наверное вкладку сделай когда он зацветет сделаю фото и будет это как бы мой фаворит моего лунного сада хотя он цветет только раз раз год ну вот как всегда сопровождает меня багира маша вот разлеглась где я там и она багира багира как дела у тебя вот еще вид один папоротника они цветут очень красиво цветут но это нужно сделать ну подробное видео чтобы показать вам все все как бы поподробнее ну как бы это будет очень длинное видео ну может быть когда-то вот еще один папоротник здесь хризантемы которые я не подвязала и не вот так завалились вот папоротник варигатные есть ромашки которые цветут вот так разрастаются и мунрук гортезия вот так здесь я задекорировала такие такой заборчик белый и вот снизу я просто так подложила вот этот забор будет снятый но здесь нужны мужские руки я не могу это сделать а мои мужики работают будет снят и сделан из вот такой решетки белой решетки а вот такая белая решетка хосты я даже не знаю как вам лучше показать здесь у нас а вот еще один куст гортензии черешковой который я хочу чтобы оплетала вот эту решетку мне тоже флокс белый цветет единичными цветочками но цветет ты травку кушаешь багира да вот смотрите что она делает что она делает нравится и фолярис белые белая стильбо опять же здесь вот в этом году весной посаженный морозник пока стоит на месте не пускает новые листочки надеюсь что будет вот такая такой светильник с луны и солнышко они все металлические все светильники здесь у меня металлических или керамические ну и еще сейчас я вам покажу с другой стороны вот самый возле моего куста зале и когда он не цветет бабочка лавочка моя очень очень хорошо видно здесь у нас зона отдыха как и говорят что лунный садик это такая уединенная местечко где можно уединиться и поразмышлять отдохнуть вот это у нас так получилось уединенное место оно конце сада дальше у нас лес вот здесь еще один куст гортензии это третий куст я забыла показать и вот на фоне этой белой решетки очень хорошо видны вот еще светильники и здесь вот такие солнечные гирлянды тоже луна месяц и солнце они ночью светятся нужно будет ночью прийти снять хотя бы немножко что вы имели представление как они светятся вот ну бьющийся но не пластмасс ну пластмасс с керамикой смешанные что-то такое солушка и вот такая кормушка солушки она отвернулась вот кормушка пока кормушки пустые зайчик поел очка здесь багира ты куда полезла ты куда лазишь и сейчас покажу вам другую сторону моего сада здесь пока здесь посажены мускари такая река с мускарей а вот на лето сезон осень летом я думаю здесь или алисом что-то нужно посеять такое как разливается с кувшина молоко вода и вот эта сторона где у меня кресло моя тень солнышко светит и прямо на меня вот здесь тоже хочу посадить каменную розу досыпать земельку и в этом разбите разбитом белом кувшине надо посадить каменную розу вот голубки вот такие голубки встречают при входе каменный и здесь я луковичный буду сажать и выписала белые мускарики белые крокусы и подснежники вот здесь под деревом ну это было когда-то дерево дуб был но он так и остался из-за того что здесь у нас гамак гаманг и куст вот это что служило ну как бы меня побудило сделать здесь лунный садик вот этот белый куст и гамак это то что осталось от бывших хозяевов здесь так и был гамак гамак правда другой тут уже старый был мы выбросили а это нам подарили новый и здесь вот кресло и не знаю может быть в следующем году этого здесь не будет пока оно дерево и приходит негодное состояние ну пока оно здесь почему лунный садик а не белый сад потому что белый сад очень тяжело создавать белый сад поэтому я его не создала белый сад если он называется белый сад там должны быть все растения с белыми цветами это очень трудно и очень трудно создавать а лунный сад в лунном саде можно белые растения всякими оттенками посадить и его даже если они иногда вот как эта жучка она цветет такими сиреневыми цветочками оно не испортит его и как гортензия вот нурок и литл лэмп они розовеют когда отцветают это тоже как бы не страшно потом у меня есть такие бледно-желтые здесь цветут нарциссы к лунному саду они тоже подходят и голубенькие у меня здесь нарциссы потому что раньше мой сад был совсем маленький вот отсюда вот этой звездочки и до начала деревянного забора вот такой он маленький был то сейчас я его продолжила но раньше здесь как это был предел это уже было за моим лунным садиком здесь и голубые белые на мускари и сейчас они так и остались вот дальше я продолжила белые мускари посадила они не портят мой лунный садик вот поэтому у меня лунный садик они они белый сад посмотрите что он делает играет услуги увидела там шарик на светильнику и прыгает достает ладно пойдем сейчас с этой стороны я начала идти и так и не дошла повернулась и он получается так продлился но мой лунный садик он как бы соответствует его еще название из-за того что он в виде луны он идет полукругом здесь вот эта сторона не пугайтесь не она недоделанная вот эта сторона именно здесь нужно еще поработать мне собором вот такую решетку прикрепить старые снять а здесь еще виноград вот арка для винограда хотела я его выкопать но потом решила пусть остается пусть остается здесь мы сделали сразу как купили дом за забором у нас там курятник будем его передвигать другое место когда-то когда-то может сделать мне садовый домик для садового домика куплены куплено уже уже год назад покупали мы дерево и за садовым домиком курятник туда дальше в лес ну времени нет так что вот это луковичный который у меня уже есть наличие и я думала что на этом остановлюсь для моего лунного сада но увы к сожалению я зашла на сайт там была скидка и я выписала еще для моего лунного сада некоторые луковичные здесь анмоны эти красные не будут посажены только белые за брайден вот я выйти вытащила их 45 штучек из там где розовое с белым я тоже тюльпаны белые забрала white imperial imperial называется луковичные очень хорошем состоянии посмотреть какие луковичных двадцать пять штук ну и я еще тоже тюльпаны выписала там подснежники мускари много-много чего вот эти тюльпаны которые у меня еще есть наличие который я покупала уже месяц назад лико джон только 18 штук но у меня вроде было мне кажется есть уже посажено прошлом году сажала я в моем лунном садике такие же и вот эту сторону вот здесь тоже арочка еще одна выход два выхода есть два входа ну вот эта часть еще не не до конца доделанная будем работать на ней надеюсь концу октября и и закончить ну вот в это буквально неделю назад возле этих двух деревьев ну здесь уже только пеньки остались я делала кумбу здесь у меня на следующий год будет кашпо с белыми цветами но сейчас пока вот так стоит солушка светильник и клеточка здесь тоже нету планирую хризантему посадить вот никак не выберусь в магазин здесь тоже посажена гортензия черешковая и светильник солушкой и здесь же будут посажены луковичные так смотрится с этой стороны мой лунный садик когда лежишь на гамаке гамак и и другое дерево здесь у меня два кашпо с прошлогоднейшими прошлогоднейшими импатиусы я поставила и здесь тоже черешковая гортензия тоже луковичные будут посажены и каменная роза тоже солушка и на дереве вот такая красота волком хочу такую табличку добро пожаловать в мой лунный сад ну пока 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 еще это нужно искать искать на на сайте заказывать для специальную такую табличку ну вот так показала получилось видео длинные но показала вам мой методи не до конца доделанный лунный сад и какие днем произошли изменения мульчу посыпала и вот по этой мульчи будет посажены здесь только будут цветы цветов никаких сажать не буду кроме луковичных это крокусы белые мускарей и все остальные подснезники под деревом посажу вот так смотрится на 30 сентября 2021 года мой лунный сад почему он лунный сад и я рассказала вам надеюсь что вы поняли и буду заканчивать моё видео по просьбам трудящихся по просьбам подписчиков а именно женечка с канала садовые мечты она очень просила чтобы я показала мой лунный садик я решила показать мой лунный садик так еще не полностью реставрированном виде и поделилась с вами но на этом а не показала посмотрите тоже у меня падала сидит здесь у меня фотка есть я вставлю ее обязательно как внучка здесь моя все рассматривала когда она была у меня и я вот здесь декорировала и она прямо с таким удивлением здесь же лазила смотрела кто же там выглядывает из-под лавочки это здесь вот такие два красивых зайчика устроились под лавочкой ну и на самом вот таком красивом месте который мне очень-очень сильно нравится я хочу закончить моё видео хочу вам пожелать всем счастья радости мира добра мир ваших сердцах ваших домах ваших семьях мир в наших странах и мир всему миру до встречи на моем канале шмы для resident and alinas home garden моем таинственном саде следующий обзор и я надеюсь что ну уже конечно в начале октября сделаю о моем таинственном саде и покажу вам еще один сад который появился моем саде моем таинственном саде это сад бабочек а там порхают одни бабочки и цветочки посажены цветочки которые любят любят бабочки все всем благословений и пока пока до встречи моем таинственном саде